Добрый вечер! Сегодня мы будем начинать с вами новую книгу, книгу из пяти книжной Тору, книга третья, которая называется «Книговая икра». Книговая икра уникальна в том, что практически вся книга занимается службой в храм и точнее жертвоприношением, всяких разных видов жертвоприношения. В нашей главе мы встречаем, самое в начале нашей главе, мы говорим о такой жертвоприношении, которое называется «Ола». Что такое жертвоприношение, которое называется «Ола»? Это когда весь жертву приносится в жертвенник, в Мизбер. От этого жертвоприношения не остается ни корен и ни тот, который приносит жертвоприношение. Следующее – это разные виды мучные изделия, которые называются менохот. Этого менохот имеют пять видов, и они приносят по разных видам от доброжелательного человека. Он решил, что ему нужно приносить. В основном это были бедные люди, которые не хватало деньги купить животным. Потом мы говорим о виду другого курбана, который называется «Шламим». «Шламим» – это из слова, так объясняет Раши, мир, шалом. Почему? Потому что они приносят шалом, мир между людьми и Всевышнему. И вторая причина – они действительно объединяются между собой. Часть, которая приходит и идет к жертвенникам из Беах. Часть, которая остается у Куанин, у служителей в храм. И часть, которая забирает себе хозяин жертвоприношения. Потом мы говорим о нискалках виды жертвоприношения, который приносится, привозится в храм. И за свиаз с разных виды грехов. Мы говорим о гелавах. что так и так это не считается нарушением субботы, и теперь народ так поступал, и оказалось, что они были неправы, то весь народ должен приносить одно общее жертвоприношение, и есть личное жертвоприношение, и так далее. Самое интересное, в чем начинается жертвоприношение? Вот в чем начинается тема жертвоприношения? Что было бы логично начать? Вот начинается сейчас книга, которая определенно рассказывает нам, какие виды жертвоприношения нам надо приносить в храм. Что было бы логично, с какого вида жертвоприношения тема? Из всех видов жертвоприношения, которые надо было начать. Как вы думаете? Засовершенный грех, я думаю. Засовершенный грех. Хорошо. Благодарственная жертва. Благодарственная. Благодарственная это значит добровольно. Ну, естественно, добровольно. То есть ты думаешь, что когда мы начинаем делать устав любого общества, мы начинаем с того, что если хочешь. Нет, я не вижу другое. Нет, секундочку, давай ответим на мой вопрос. Когда я пишу устав о каких-то отношениях между людьми, я начинаю с добровольной поступки. Да. Ну, а что, это не добровольно? Ну, и того, нет? Объясни меня, может быть, я что-то не понимаю. Если я благодарю человека, это значит, что я благодарю человека. Понятно, что за что-то. Но я могу благодарить или не благодарить. Тут мы говорим о обязательстве. Самое важное, это жертва всесожжения. Это Всевышний, а не за грехи или благодарения. То есть, что было нужно для Пьера начинать с первых? Что он будет приносить себе жертвоприношение? Нет. Ну, хорошо, вы сказали, что главный тут всесожжение. Поэтому, итог. То есть, секундочку. То есть, какие виды жертвоприношения? О, общество должно приносить жертвоприношение. Давай разбираемся сейчас, какие, какая, да. Я не говорю, почему, что написано в главе. Сейчас мы начинаем говорить, что написано в главе. Я говорил, как вы думаете, не что написано. Что написано, мы читаем сейчас. А что вы думаете? То есть, первый, который говорил о мире, это было, ну, за грехов первый. Или, как говорил Владимир Ефимович, правильно, за какие-то общественные дела, что-нибудь общественным. И действительно, чем начинается наша глава недели? Первое жертвоприношение, которое раньше подчеркивается. Когда мы приносим жертвоприношение, которое все идет в жертвенник, в мезбях, это идет о добровольное жертвоприношение. Только в нашей сегодняшней хитас, сегодняшней учении хумаш, мы начали учиться о обязательных грехов, которые происходят в ошибке людей. Допустим, глава священника в храма ошибся, или ошибка, которую делал царь, правитель в это время, или за ошибку сан-эдрин, и из-за этого ошиблись люди, а потом ошибка человек. Как-то вообще не по порядку. Где написано первое серьезное количество жертвоприношений общественных, глава Эмор, чуть-чуть дальше, и большая доля всех этих видов жертвоприношений написано вообще в книге Бамидбар. Мы читаем это каждый новый месяц. Вот, начинается там глава Пинхас, весь виды жертвоприношений в связи с ежедневной, в связи с... Не, не ежедневной, ежедневной написано еще раньше, в книге Шмот, а жертвоприношения для новый месяц, на праздниках всяких разных. Почему так? Как-то вообще не... не подходит. Для того, чтобы понять это, мы начнем первое учить Раши, как всегда. Раши в нашей главе, когда мы читаем в нашей главе второй пасук, посмотрите, пожалуйста, в первой главе, второй пасук, дабеэр ал бнаи Исраээль, габарити нерод Исраээль, воомэрто алейхэм, одом, ч'элабэк, ки якрив мікэм корбон, если он принесет от вас жертвоприношений. И вот есть к этому вот приложение, как она прилагается вообще на святом языке, она очень не клеится друг к другу. Есть к этому очень известные много вопросов, но сейчас мы говорим как мы говорим как в русском языке, что там и в той же языке есть нискалка вegдар ябрашень ех, или яговору адам, или яговору ищ. и в Тору прилагается, применяется той и другой только когда мы говорим Адам это по простому комментарии в Раши по Тору не буду входить сейчас в деталях, оно иногда символирует по другому, по комментарии Раши, по стилю его комментарии Адам когда пользуется слово Адам это означает любой человеческий вид любой человеческий вид маленькие большие евреев, неевреев всем когда мы говорим о Ищ Ищ это характер это характерно только взрослых взрослых это значит старше 13 лет где мы знаем это ну мы знаем это от Леви и Шимон когда они напали на Шхем да и Тору называет их Ищ что они дрожали вот они как Ищ дрожали их мечей и воевали и написано что их выполнило недавно 13 лет они уже были взрослые и что это 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 взрослые то есть Тору подбирает слово Адам то есть евреев и неевреев взрослый или ребенок вот этого Адам кия крив если принесет если принесет что это значит если принесет а если нет нет апатом ищурас узкую характеристикам микэм атвас от ковоят атвас от тибриска вонарод поэтому рэши комментирует это следу шамо образом Адам кия крив микэм он пишет вотэт их всех слов чалавэк Адам кия крив если он принесет микэм атвас бекоркшэя крив когда он принесет почему так написано бекорбонэйс недово дибэро иньон мы занимаемца вначале нашей книги вначале нашей главе в добровольной пожертвовании дальше сейчас рэшик по его стиль комментариев должен объяснить зачем нам пользоваться слово Адам почему почему не надо пользоваться потому что достаточно было если то было написано так когда вы принесете жертвоприношение от вас если хотят говорят евреев только евреев хотя надо понять что приносить жертвоприношение для неевреев тоже приемлемо жертвоприношение добровольное он не ограничен евреев тем не менее тору тут говорит о ком она говорит она говорит про народ Израиль Моше собирает народ Израиль и говорит ему поэтому мы говорим сейчас говорит Моше про вас так зачем надо начинать выражение Адам если принесет от вас ну когда мы говорим человек можете приносить от себя или приносите пожалуйста попрошу зачем надо писать Адам зачем надо писать человек вот человек и еще слово Адам зачем написано Адам объясняет это действительно тору Моше писал это сознательно намекая о первых на земле Адам той Адам что он хотел сказать так же как Адам не приносил жертвоприношение обворованно то есть украл и приносил почему шаакол гаяшело все было его афатем лойтакрыву мина гезель и вы не должны приносить обворованные вещи то есть тут есть учение то есть слово Адам принесло нам условия то есть тут есть условия Адам человек но еще говорит о такой Адам той Адам так же как он принес только своих имуществ ко Всевышнему так же вы принесете только от вашей имущества я хочу понять где стоит слово Адам почему почему потому что здесь переводе непонятно здесь написано совсем по-другому мне непонятно где не понял где написано Адам втору нет я понимаю это мы берем второй пасок это второй пасок да здесь написано так перевод как у нас русская различная версия обратитесь к сынам Израиля и скажи им когда кто-нибудь из вас хочет принести имеется ввиду здесь кто-нибудь Адам или где тут Адам фигуриров я еще раз читал говорите народ Израиля в амартале и говорите им Адам кия крив человек если принесет но это мекем от вас я понимаю что мне делать с берегом ну понятно это не только человек это Адам вот я я же начало урок говорил об этом а здесь написано хорошо все мы поняли можем дальше дальше то есть мы говорим о том что человек что почему именно взяли Адам из-за того что Адам у него все что было в мире было его поэтому написали так написали так что будет отмечено подбор слова в Тору он четкий поэтому общая общая дела такая мы говорим а добровольное приносит жертвоприношение второй Адам из-за украденного не приноси вот того что ваш первый объясняет но самое интересное это причем тут Адам принес все от себе разве все что было в мире было его как это понять что все было в мире было его все и в Америку все ну хорошо но все его и мы говорим кстати где написано что Адам принес жертвоприношение где указано такое есть где-то нет что Адам приносил жертвоприношение нет так когда он приносил жертвоприношение давай подумаем когда если он приносил мы не видели что он приносил мы видим что Кайн и Хевел принесли жертвоприношение наверное как любые дети они смотрели на родителей и что-то делали похоже. Значит, откуда они вот придумывали, что надо приносить жертвоприношение? Папа что-то делал. Ну, папа, они видели у папы? Наверное, так. Хорошо. Давай тогда подумаем, когда он приносил первое жертвоприношение. Когда он родился, это было уже полдня пятница. Он занимался сразу назвать все животных. Потом у него сотворили хава. Потом была проблема с змеей. Когда он успел делать жертвоприношение? Это уже было в субботу. Когда это было? Змею принял. Может быть, когда он сказал животными, пойдем поклонимся тому, кто нас всех создал? Хорошо, но вопрос в том, что мы говорим, что все было его. Это, наверное, с условия, что он был один. Но как только появилась хава, уже не был один. Не был один, значит, не только его. совместное имущество. А? Совместное наше имущество. Ну, хорошо, но не его. И появились его детей, у этих детей было имущество. Как мы говорим, что было у него одна, у него было и было одно имущество. Это же не было его. У Ребе есть очень интересное выражение, очень интересное выражение. есть закон. Мы слишком много живем в беззаконе. Это то, что называется человеческий закон, это условный закон. В Тору это четкий закон. То есть это действительно так. Почему когда есть закон, закон Тору, что когда допустим Моше завоевывало имущество Сихон и Ого, это написано в Тору, что это было их имущество. Как это стало их имущество? Как это стало их имущество? Имущество евреев, которые только что завоевали этих землях. Как это стало их имущество? То есть когда мы делаем купли-продажи, надо понимать в законе Тору купли вообще имущество человек это святое. Для того, чтобы вытащить от человек имущество, для этого должно быть четкое доказательство и ведомых условий. Не просто так потому, что хочется, а четкое. То есть это отношение к личному имуществу очень-очень строгое по еврейскому закону. Так когда мы говорим, что допустим мы хотим что-то покупать по еврейскому закону, есть несколько путей купли-продажи, договор, выплаты деньги, пользование этого имущества, ограждение этого имущества, выдвижение этого имущества. Если человек не делал этих актов, хоть договорился сколько хочет, это не его. это еще не его. Есть к этому очень серьезные разговоры, очень серьезные условия. Когда евреев только завоевали весь государство, они очистили весь государство сихон и огла. Как это стало их имущество? Как? Есть такое понимание в закону Тору, что когда король, то есть правительство, завоевывает определенная территория самой завоеванная территория ими, оно и является приобретением этих имуществ. То есть они не должны касаться этих имуществ, они не должны зарегистрировать этих имуществ, прописывать их имущество. Самый факт, что они зашли, это их. Так написано. Поэтому Адам, поскольку он был владелец, владелец от Всевышнего на всего владения мира, он говорил ему сам, иди и владей. То есть поэтому мы говорим, что это было его. Естественно, когда он дал своих детям, своих внукам определенное имущество, они получили права владения от определенного имущества, которое он выдал им. когда жертвоприношение приносит? Естественно, Ребе доказывает, что он приносит жертвоприношение после, что он ушел из Раюжа. Уже, когда он уже был с детьми. Хорошо, но мы никак не ответили главному вопросу. Первый главный вопрос, почему мы начали жертвоприношение добровольных? Почему мы не начали с обязательной жертвоприношения? Вторая, второй вопрос, как говорил Владимир Ефимович, почему не начались жертвоприношения общественные? Общественные жертвоприношения. И ответ к этому очень-очень простой. когда это было сказано, вот этого глава, когда она была сказана? Когда Мишкан был воздвигнут и первого Ниссана или 23-го Адара? Адара. В этих 8 дней, которые поставили на ноги первый раз Мишкан, собирали и разбирали Мишкан, заново и заново 7 дней, 8 день собрал для того, чтобы не разрушить больше, не разбирать больше. Он остался пока Всевышний не сказал, давай уйдем. И в это время, кто служил в храм, в Мишкан, Моша, Моша была задача делать службу в Мишкан, как полагается со всеми жертвоприношениями, довести до 8 день, просветить и осветить Аарон и его сыновья, научить их работать в храм и позволять желающим приносить жертвоприношения. на 8 день от 1 Ниссана или от 23 Адара? 23 Адара до 1 Ниссана. Научить в этот период. Научить первой служить, это его обязательство. Его обязательство. Лейб, что тебе мешает? Нет, насколько я понимаю, он в этот период учил Аарона сыновьями именно службе. Ну и научал. Ну и я поэтому хотел уточнить что на 8 день это получение Где написано 8 день? Где рассказано 8 день? Где? Где? Первый раз где написано 8 день? Ну это где? Через несколько недель мы почитаем. То есть мы начинаем сейчас с чем говорить. Вот Моша начинает говорить о чем? Вот вы он обращается к народу Израэля и говорит ему вы можете приносить жертвоприношений потому что Сибирь научит ему не надо он научился усовищному рассказать Аарон он будет рядом с ним он увидит все он рассказывает народ Израэля о чем он рассказывает народ Израэля вот видите мы построили храм вот сейчас служба 7 дней я сейчас буду служить 8 день Аарон будет служить с его сыновья да и мы ожидаем проявление божественности в этот храм можете приносить жертвоприношения когда он говорит можете приносить жертвоприношения какое жертвоприношение он ожидает от них можете значит какие добровольные естественно добровольные а какие другие то есть получается так жертвоприношение касающиеся субботу кому ему нужно это рассказать но вот Израэль зачем сейчас он сейчас служит научит Аарон он с ним он с ним он он сейчас служит то же самое новый месяц кто служил восьмой день Моше с Аарон его сыновья он приносил жертвоприношения ему велит никому сейчас он занимается этим тем не менее он должен говорить евреев которые участвовали так сильно в этом строительство и произведение этого мешкан и говорит вы можете приносить а что вы можете приносить что им надо приносить сейчас естественно первое что им нужно приносить это добровольно пожертвование первое недобровольное бывает когда человек грешит ну мы можем понимать состояние народу при ожидании искуплением грех золотой телец при ожидании проявления божественной божественной проявления в храм какой грех они сейчас занимаются только очищением собой естественно их интересует прежде всего прежде всего что можно приносить так что всевышнему понравится вот это называется добровольное пожертвование мы учили это в конец книги шмот да конечно мы же готовили ему одежду мы же готовили ему восемь одеяния все знают что он должен но пока служит мы об этом учили в книге шмот то есть мы говорим сейчас о первой высказывании Моше народа Израиля что может приносить это простая комментария логическая то что называется логика почему вот так а есть к этому более глубокие какая смысл есть в жертвоприношении что включает в себе жертвоприношение вообще хорошо можно приблизиться по разному корман да когда Курбан Песах это обязательный Курбан вообще-то это праздничный Курбан это отдельный вопрос когда мы говорим о приблизиться к Всевышнему на самом деле очень странноватый подход то есть я хочу приблизиться к духовному состоянию что мне нужно взять какой-то БК ходить с ним в каком-то храм приносить его Курбан и тогда я чувствую близки ну понятно что это странно вы подумали когда-то как 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 ходить с БК на улице и вы реально почувствуете Богом тогда но Курбан тоже хочет кушать причем тут покушают пусть кушают пусть кушают в ресторан причем тут кушают а странно и противоречит даже вообще логике логика причем тут оно то есть получается что я хочу приблизиться ко Всевышнему мне нужно взять какой-то БК или какой-то Коза или взять какие-то птиц или если я совсем совсем бедный взять очень элитную какой-то мука и приносить в храм с маслом с какие-то ливона и еще какое-то масло и соль и вот это приносит в храм причем тут приближение ритуал какой-то не совсем понятный на самом деле это неправильно то есть когда совершенно обратно когда человек приходит в храм я рекомендую когда будете в Израил попроситься посмотреть под пещеры под стеноплача там видно места они закопались и действительно где находились этих жертвоприношений площадей огромные и там продали это было уже определенные виды животных которые не имели никакой царапины никаких вот как должно быть человек пришел и покупал когда человек пришел и покупал первое он должен вытасшить нормальная сумма от карман он это делает любой человек который тратит деньги делает это нелегком мысленно он подходит к продавцы они должны продавать ему соответствующие ему животные поэтому он должен говорить я хочу приносить такой-то вид жертвоприношения а они говорят если тебе нужно такой значит тебе нужна быка и она должна быть он или он должен быть моложе чем 3 года старше чем 1 год или совсем маленький или тебе нужно овца или баран и ты должен взять его в таком-то виде а если он говорит что я грешил значит тебе нужен какой грех вот этого греха ты должен приносить вот это и он уже начинает входить в какую-то определенную атмосферу, которую только покупал. Он только покупал. Он взял, и он должен понимать, что ему нужно сейчас поднять почти полтора километров. Ходить. Полтора километра с этого животного в сторону храма. Рядом с ним очень много людей. Кто приносит, кто не приносит. Если он делал какой-то грех, это видно по жертвоприношению практически. Если он просто хочет приносить, это тоже видно. И все ходят в храм, и все уже понимают, что там есть самое святое место. Можно понять, что внутри душа есть какое-то очень серьезное ощущение. И он поднимается в храм, уже в гора, и там очередь. разные люди, с разных видов жертвоприношений, ждут кухе. Это единственный храм по всему миру для евреев. Есть очередь. А что ему делать с этого животного и еще в подход к храму? Например, в зал книги Тегилим. И начинали читать. Потому что он понимает, что он должен сейчас подходить к Куэн, куэн еще раз будет спросить его, зачем ты принес? Он говорит, он должен говорить. Вот это добровольное пожертвование. Это будет ола. Или это будет шламин. или это грех такой-то я должен делать? И Куэн должен взять и говорить ему, посмотри. Сейчас я его подготовлю. Тебе нужно положить руки на этого Курбана и говорить. и зачем ты пришел? Если это было за грехом, Куэн говорил ему, ты понимаешь, я это принесу, но если ты не будешь раскаиваться, то это Курбан ни к чему не стоит. И Куэн должен это сказать ему, иначе это не лежит воприношении. И он должен говорить ему, слушай, давай, делим, раскаиваем, как полагается. Иначе, зачем я это делаю с тобой? Нет времени для глупости. И он должен был раскаиваться, так что Куэн будет убедительно понять, что это действительно жертвоприношение. А если это для дарения, он должен сказать Куэн, это для дарения. Он говорит, зачем тебе нужно для дарения? Тебе ни к чему тратить деньги? Он говорит, нет, я хочу приблизиться. Он говорит ему, слушай, когда я принесу это, тебе нужно почувствовать, что ты это делаешь для Всевышнему. Иначе, написано в Тору, если ты приносишь этого Курбан, не чувствуя, что это для Всевышнему, для Мизбеха, это не считается Курбан, ты должен это понять. Да, я понимаю, я это чувствую, я это хочу. И они начинают процесс. И в этом процессе человек должен думать, что когда резали этого животное, на самом деле должны были резать его. Всевышнему был милосерден. Он не хотел искупления видов убийства человека. А животное, а кровь, это означает все мои, вот, копиток в жизни, хочу, 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 хочу. Вот это пустит от себя. Вот человек должен чувствовать, что потом весь жир, который накапывал от всех наслаждений, приносит прямо к Богу, жир взяли сразу к Богу, вот все его наслаждения и положили на жертвенник. Ему отдали определенный кусок, и он должен этого кусок, не выходя от определенной зоны, каждый курбан по своему назначению сидит и ест, и он не должен оставить это завтра. То есть, они могут сказать, знаешь, я сытый, не хочу больше такого, как не хочу. Надо кушать до утра. Должен. Это не какой-то стык в ресторан. Это святой и святой мест. Тебе нужно кушать. И коганин должны кушать. Если они не покушали твой курбан, тоже негодный курбан. Это не считается. То есть, это был серьезный процесс, по которому подчеркивалось постоянно его отношение со Всевышним. И почему это намного сильнее, чем просто чувство. Потому что просто чувство они не привязаны к реальной жизни. А тут прям реальные жизни привязывались к чему? К твоему поведению к Всевышнему. И это людей послушать так сказать. Их много было. Ну какой на людей стояло жертвы. А какие жертвы принесли целая очередь? Ну вы сами сказали очередь стоит. Я сказал, не сказал. Сколько очередь там было? Это отдельный вопрос. Мы сейчас не говорим как Всевышнему это принимали. Это отдельная тема. То есть получается Лейб спросил вопрос, но надо понимать. Когда было много людей? Много людей когда были праздники и людей от всего Израиля пришли и мы можем предполагать что было до 2 миллиона человек. Понятно? Много людей. Много людей. Но не все принесли и не все принесли животные. Бедные всегда хватает. Можно переносить вот это одарение другими видами. Можно птицей. Можно вот это мучное видение. Там было по-разному. Да, когда было очень много людей и были такие времена когда было очень много людей особенно в праздниках в праздниках Суккот было очень много. В праздниках Песах правильно говорить очень много. И это должно было приноситься в определенное время. Если праздник Суккот длилось 7 дней 7 дней могли люди подходить к своих шердоприношениям. А в Песах это было несколько часов. И настолько было много что была целая система очищения полей в храм. Они там делали очень хитрый такой ход. была отверстия в пол в высшей часть пола в храм. Отверстия которой под нее шел река Шилуах. Когда открыли этого отверстия он затопил весь храм. Потом когда была наполненная вода нормального уровня открыли другая отверстия ниже. и просто весь кров с водой истек вниз. То есть это было очень много и написано что иногда было так что в храм Коганим шли по колено крови. Это было очень много. Это было очень серьезно. Но было из этого два преимущества. Первый вес земли возле этого река была самой лучшей земли в Израиле. Там было одобрение вот по себе. А? Ивбарот. Ивбарот. Как? Чтобы пройти можно? Короче действительно это было тогда сложно. Но когда человек пришел в одиночество в обычный будного дня в Иерусалим из чувства раскаяния из чувства что он хочет приближения конечно он был не с большим очередем это определенное количество людей в будные дни. И поэтому тут есть еще одна отметка очень красивая у Рэбе. Рэбе говорит о том что Адам почему здесь подбор слова Адам первый человек на земле потому что Адам тоже показывает высокого уровня душа как душа и есть по истине и когда человек приближается ко Всевышнему от своего внутренней части душа его высвечивает у него высвечивается самая глубокая часть его душа она соединяется действительно со Всевышнему так что это неотъемлемо а кто к этому отвечает что вот этот процесс будет правильный и прием от Всевышнего жертвоприношения и принес человек от себе жертвоприношения это делает Моша поэтому первый который служил в храм первый который велел народ израиль жертвоприношения Моша то есть глава народа в Израил тот который объединяет все души Израила он отвечает за двух сторон что Всевышнему примет и что душа будет вылезать от своих можно сказать ежедневных болот жертвоприношения